привет маководы меня зовут лёха маклик без я выпускал ролик в котором рассказывал как я классно и здорово живу со старым macbook pro 15 дюймов 2012 года с экраном не ретины я рассказал что при правильном апгрейде этого устройства и правильном подборе операционной системы софта на нем прекрасно можно работать и в 2020 году что я и делаю до сих пор но некоторые особо одаренные зрители смотрят меня по диагонали и когда я говорю что macbook pro 15 дюймов 2012 года с экраном не ретина хороший компьютер они при этом слышат что все макбуки про старые хорошие и это хороший выбор и когда ты делаешь плохой выбор ты можешь прийти потом например в чат и спустить собак на меня лично потому что якобы я советовал сделать этот выбор я во-первых хочу сказать все мои ролики сделаны в качестве моего личного мнения если вы решили какие-то выводы на основании этого делать то предлагаю вам этого не делать а лучше покупать всегда новый компьютер в магазине apple точка ком тогда вы свои претензии сможете продавцу высказать они мне который вам ничего конкретного не рекомендовал а лишь делился своим мнением как вы понимаете меня довольно сильно припекло от этого факта до такой степени что я для вас решил снять специальный гайд о том какие компьютеры был не нужно покупать чтобы вы уж точно понимали что из этих устройств точно нужно обойти стороной в принципе покупка был устройство любого да что там устройство любой вещи этой риски которые вы берете на себя никто не несет за это ответственность не я не компания apple не весь интернет в любом случае если вы хотите не рисковать вы покупаете новое устройство в магазине с гарантией если же у вас азарт в душе и вы рисковый то я вам помогу не сделать самые большие ошибки которые бы вы могли сделать в этом ролике хочу разделить все повествование на условные три части первая часть это беги от них как от огня и начну я с тех устройств которые не надо покупать никогда многие кто активно слушает мои подкасты смотрят мои ролики участвуют в жизни нашего теплого лампового чата в телеграме знают что от некоторых конкретных модель у меня стойкий рвотный рефлекс прежде всего если говорить о лэптопах вам нужно ни в коем случае не приобретать модель macbook pro 15 дюймов 2011 года у них на постоянной основе отваливались видеокарты и с этим были проблемы была программа качества от apple которая естественно уже не имеет никакой силы потому что в принципе это устройство больше не обслуживается и в целом именно этот компьютер я вообще не рекомендовал потому что он старый у него юсб 2.0 и еще и плюс видюха отваливается ремонт который если и возможен стоит довольно дорого и потом после этого ремонта компьютер будет работать ну месяца три-четыре и вы снова будете тратить кучу денег на прогрев замену чипа и так далее в общем не надо покупать macbook pro 15 2011 года то же самое касается линейки уже более свежий macbook pro retina 15 дюймов середина 2012 год и начало 2013 год по факту это один и тот же компьютер минимально отличающийся это к слову основная машина по которой ко мне есть претензии потому что люди не понимают разницу между компьютером с ретиной экраном и не ретиной экраном это две разные линейки и вот как раз двенадцатого года пятнашка с ретиной она тоже подвержена была проблемами с отвалом видеокарты по ней тоже была программа качества она тоже уже не работает и в общем также не рекомендую к приобретению эти компьютеры они прокляты и вообще считаю что 11 12 год для apple был не слишком классный в плане надежности их продукции а именно их очень подводили поставщики видео чипов там как nvidia такая md все накосячили туда же в эту же категорию беги как от огня мы заносим аймак 27 дюймов 2011 года у него также были проблемы с видеокартами и примерно все выше озвученное было актуально и для этого десктопного аймака тоже самое он довольно старый usb 2.0 и еще никакими ретина не пахло и в общем не рекомендую никому это очень старое устройство любые из перечисленных устройств будут очень классно продавать вам на вторичном рынке и цена может показаться вам довольно вкусной самое печальное что macbook pro с экраном ретина они выпускались в одном кузове вплоть до пятнадцатого года и визуально они выглядят в общем не очень старыми устройствами поэтому соблазн купить такую железку очень велик но откажитесь от этого даже за самые минимальные деньги вы с этим больше горя хлебнете чем реально радости от сэкономленных средств переходим ко второму разделу так называемые периодические болячки которые могут тем не менее стать неприятными они происходят в разных моделях разных годов и я вам об этом постараюсь насколько смогу подробно сейчас рассказать не очень буду соблюдать хронологию буду рассказывать по мере того как я себе это вспоминал macbook pro 15 дюймов середины 14 года компьютер довольно актуальный с ретиной экраном не слишком отличается от самого классного 15 года который все очень любят проблема с ними такая что у них отваливались определенные блоки предохранителей в цепи питания и это приводило к непредвиденному завершению работы то есть устройство самопроизвольно выключалось в какие-то рандомные моменты такая беда который очень трудно вылавливается и по опыту многих лет работы в сервисе я вам могу сказать что решалось это только заменой дисплея и основной логической платы одновременно то есть вы меняете что-то одно у вас опять прожигается под цепи и вы сталкиваетесь с той же самой проблемой учитывая что она может проявляться там даже не раз в неделю то после замены какой-то части и тестирование вам кажется что класс проблема решена все здорово и замечательно нет проблема решится только супер дорогостоящим ремонтом вы сами для себя должны решить нужно о новом или нет потому что эта проблема случалась не супер часто вероятность того что вы не попадете ли не попадете она довольно плавающая но тем не менее имейте ввиду что если вы с таким столкнетесь то это прям печаль и этот компьютер чинить ну в общем нерентабельно в макбуке про 13 дюймов пятнадцатого года также была периодическая проблема с тем что отваливался контроллер клавиатуры и трекпад который приводил к тому что у вас внезапно отключалась клавиатура и трекпад собственно который встроен в сам компьютер решалось это перезагрузкой и до следующего проявления этой проблемы правильно это решить можно было только заменой целиком топ кейс в авторизованном сервисном центре что для бушного компьютера сейчас тоже довольно дорого поэтому просто знаете что этих компьютеров такое может быть также не слишком часто это проявлялось и огромное количество есть таких машинок которые прекрасно себя чувствуют но проблема такая была поэтому я вынужден вам о ней сообщить аймаки 2012 и 13 годов уже вот в обновленном дизайне у них в те года была проблема с механизмом крепления в ноге то есть в какой-то момент аймак мог просто клюнуть вот так вот и больше не держать свой вот этот угол в механизме ноги использовалось не очень классные материалы которые ломались по этой теме была программа качества она естественно тоже уже и стекла за данностью лет целом этот механизм поменять стоит совсем недорого и если вы натолкнется на такие компьютеры то в принципе их брать можно но за исключением того что 12 13 год тоже довольно старый подходим к более современной истории компьютером которые уже обладают type-c разъемами или thunderbolt 3 у macbook pro 13 дюймов 2016 года как двух так и четырех портовая ревизия есть программа качества с проблемой подсветки то есть вас может либо полностью отваливаться подсветка экрана либо она начинает полосить по нижней части это программа качество пока актуально действует в какое-то количество времени справки можете навести в технической поддержке но все что вам нужно знать про любую программу качества это то что они как правило не ставят своей целью решить проблему которая есть компьютеры им лишь нужно оттянуть время которое вы используете компьютер обычно все программы имеют какой-то срок давности и когда этот срок давности уйдет а у вас на руках окажется этот компьютер или вы его весело купите на был рынке за довольно недорого и столкнуть с этой проблемой вы попадете на довольно дорогостоящий ремонт экрана так что рекомендую если уж вы покупаете такой компьютер или он у вас куплен ознакомиться с правилами о том как можно воспользоваться программой качества и сколько времени она длится уже в процессе монтажа вспомнил еще один важный момент macbook pro 13 дюймов середина 2016 года конкретно в модели без touch bar то есть двумя портами thunderbolt 3 есть еще одна отдельная болячка связана она с аккумулятором по этой теме также есть программа обеспечения качества еще одна многострадальная модель компьютера примерно того же порядка это macbook pro 13 дюймов середина 2017 года также без панели touch bar и с двумя портами thunderbolt 3 у них есть программа по обслуживанию твердотельного накопителя ssd ваш накопитель может выйти из строя и вы потеряете все данные я вообще рекомендую ознакомиться со всеми известными программами качества apple ссылка на список этих программ будет в описании к этому ролику третий раздел моих рекомендаций о том к чему как минимум внимательно нужно отнестись при покупке б-у устройств это так называемые постоянные болячки 1 такой болячки относятся злоуполучное отслоение антибликовой поверхности на экранах macbook macbook air и macbook pro с экранами ретина модели с начиная с 2012 года и по сей день они в той или иной степени подвержена отслоению антибликовой покрытия у меня по этой теме есть отдельный ролик вы можете его посмотреть получить больше информации об этом что с этим делать как постараться этого избежать и в целом как философски на это смотреть а именно я считаю что отслоение антибликовой поверхности это очень неприятно но в целом это не мешает вам нормально пользоваться компьютером с точки зрения полной функциональности и в общем не самое страшное что может быть плюс на моделях с 12 по пятнадцатый года macbook pro это проявлялось прям супер жестко в современных моделях это максимум что проявляются небольшие черточки от клавиатур и то это появляется при не самом добросовестном использовании то есть когда у вас все время грязный компьютер когда он сдавливается и когда с ним в общем не очень аккуратно обходится такой же постоянной болячкой являются проблема клавиатур с механизмом бабочка эти клавиатуры использовались в macbook pro с 16 по 19 года в macbook air с 18 по 19 года и в macbook 12 дюймов с 15 по 17 года в общем вся линейка компьютеров которых была клавиатура бабочка она подвергалась определенным проблемам с клавиатурой по всем этим компьютером есть программа качества в течение четырех лет но вот чем проблема как я уже говорил замена этой клавиатуры она не влияет на улучшение ее характеристик то есть она точно также будет подвержена этим проблемам подробнее кстати вы можете посмотреть также в моем отдельном ролике про эту проблему там же о том как ее можно определить о том как ее можно починить в домашних условиях или как минимум попытаться в общем ссылки на все необходимые ролики оставлю в описании ознакомьтесь от себя скажу что если пользоваться клавиатурами бабочка более-менее аккуратно то есть следить за тем чтобы не есть над компьютером или еще что то то они работают в общем довольно стабильно конце концов в течение четырех лет вам ее заменят другой вопрос что тема этого ролика все таки покупка бу устройств и если вы покупаете себе бу устройство допустим эти четыре года уже прошли то вы попадаете либо на проблему с работой клавиатуры либо на дорогостоящий ее ремонт когда будете покупать устройство попробуйте пересмотреть этот ролик я как смог постарался не затянуть и соотнесите ваше желание купить что-то бывшего употребления с моими рекомендациями то есть например если вы приобретаете macbook pro 13 16 года то вы можете столкнуться сразу с несколькими проблемами из подсветкой экрана и с отслоением антибликового покрытия из клавиатуры и все эти проблемы уже могут не покрываться программами качества потому что четыре года там или сколько в определенной программе они прошли и вы получается приобретайте уже компьютер с проблемами с потенциальными и нерешенными болячками и может быть хорошая идея не выкладываться в это устройство вот пожалуй все что я хотел вам сегодня рассказать надеюсь вам этот ролик поможет здесь меня меньше станут мучить поэтому вопросы я просто буду ссылаться на этот ролик если все-таки у вас есть какие-то вопросы или есть что сказать напишите в комментариях понравился ролик поставьте палец вверх подписывайтесь на канал если здесь впервые вступайте в наш паблик в вк в теплый ламповый чатик в телеграме а также слушайте наш подкаст для вас же стараемся всего вам доброго